Мы сегодня готовим суп журек в посуде МЦМ. Это польское национальное блюдо, это очень вкусный суп. Берем емкость 4 литра, включаем плиту на 6 и в холодную кладем лук и морковь. Немножко обжарим. Мы обжарили лук и морковь. Мы без масла жарим, вы можете добавить масло. Журек немножко похож на нашу солянку. Добавляем картошки, но картошка это дело вкуса, можно и не добавлять, а положить другие коренья, петрушку, сельдерей. Это касслер под копченое мясо, кабаносики и винарюршки. Наливаем воды, но воды не очень много, чтобы только наши продукты были покрыты. Потому что мы еще будем добавлять закваску со сливками. Как приготовить закваску я вам покажу немножко позже. Мы солим, добавляем лавровый лист и немножко зелени. Перчик и другие специи, приправы вы можете добавить по своему вкусу. Закрываем турбокрышкой, закрываем крышку, плиту оставляем на 6. Один раз, нажав на правую кнопку, выставляем программу турбо. Финал, выключаем плиту на 0. Убираем в перевернутую крышку, а вот ее терм снимаем и выключаем, нажав одновременно на две кнопочки. Готовим сегодня суп журек, и для журека, изюминкой журека, это закваска. Ее нужно, конечно, приготовить заранее. У нас уже готовая, я сделала. И я просто ее сейчас размешаю. Она состоит из ржаной муки, воды и чеснок мы сюда добавляли. Я вылью, чтобы приготовить нам сегодня суп и заквасим. Закваски у нас осталось немножечко, пару столовых ложек закваски, как бы старой, и мы сейчас просто подмолодим ее, можно сказать. Такая закваска готовится, если делают люди хлеб без дрожжей. Мы берем ржаную муку, высыпаем сюда где-то 3-4 ложки столовых муки. Она продается в магазинах, или, может быть, в русском магазине есть. Готовая закваска для журека тоже можно использовать. Добавляем воды, такой горячеватой, но не кипяток, чтобы получилась густая масса, ну, как жидкая сметана. Можно добавить лавровый лист, перец горошком, но я добавлю просто чеснок. Перемешиваем с чесноком и оставляем, немножко густовато я добавлю водички, и оставляем стоять в теплом месте. Три-четыре дня стоит, в теплом месте, два раза нужно в день перемешать. И крышку не закрываем плотно, просто кладем сверху, или можно пригрыть салфеткой или марлей. Мы берем баночку шлагзана, мы должны смешать шлагзан с закваской с нашей. Так, и закваску. Хорошо перемешиваем. Ставим суп-журек на плиту, крышку открываем. Ароматный, вкусный суп. Плиту включаем на шерсть, и теперь будем выливать закваску со сливками и помешивать. И доводим до кипения, чтобы суп закипел. Все, суп закипел, выключаем, и можно кушать. Суп подается с отварным яйцом, мы отварим яйцо и наливаем суп-журек. Суп с отварным яйцом, мы отварим на шерсть. Суп с отварным яйцом, мы отварим. Продолжение следует...